Не город, а сплошной каток. Кировчане жалуются на заледеневшие тротуары и дороги. Из-за переменчивой погоды в вечерние и утренние часы скользить на льду приходится и пешеходам, и автомобилистам. Обрабатывать тротуары и дороги реагентами подрядчики явно не торопятся. Так, на трассе из Порошина в Сидоровку произошла уже вторая авария с участием автобуса. Несколько дней назад на этом же участке съехал в Кювет школьный автобус с детьми. Сегодня то же самое случилось с рейсовым автобусом. Обе аварии произошли из-за наледей на дороге. Сегодня родители побоялись отправлять своих детей в школу на автобусе. Страшно за свое здоровье и жизнь было и пешеходам. Городские тротуары из-за перепада температур и ледяного дождя превратились в катки. За выходные за медицинской помощью с травмами обратились больше 40 человек. 9 человек госпитализированы. Корки льда покрылись пешеходной зоной, лестницей и дворы. Кто-то из кировчан, видимо, в знак протеста надел коньки и прокатился по одной из улиц. В городадминистрации сегодня сказали, что подрядчики были предупреждены о непогоде. Но в итоге на борьбу со льдом вышли только 40 спецмашин. За непосыпанные дорожки оштрафуют подрядчиков всего на 5000 рублей. Видимо, кировчанам эту неделю придется рассчитывать только на собственную аккуратность, чтобы не подскользнуться и не упасть. Синоптики говорят, погода будет переменчивой, днем будет небольшой плюс, а подмерзать дороги и тротуары будут по ночам и в утренние часы.